Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы попробуем ответить на вопрос, как ковчег, сделанный из дерева, смог сопротивляться такой мощи потопа, этого ужасного катаклизма, когда вода поступала из-под земли, она поступала с неба, и без сомнения это был ужасный водяной ураган, и как ковчег мог выдержать все это. Во-первых, надо обратить внимание на то, что 6 глава книги Бытия, 14 стих, сказано «Сделай себе ковчег из дерева гофер». А что мы знаем о этом дереве? Древние экзегеты учили, что дерево гофер наиболее сохранное от процесса гниения. Дело в том, что если дерево оказывается в воде, то может ускориться процесс гниения этого дерева. Так вот, дерево гофер, с одной стороны, оно как бы могло сопротивляться процессу гниения в воде, а с другой стороны, оно отличается гибкостью. Ковчег был построен не для того, чтобы из пункта А плыть в пункт Б. Ковчег был построен как такой огромный ящик, и он должен был просто подчиниться стихии вод. И именно гибкость ковчега, она обеспечила его безопасность. И напротив, если бы ковчег был сделан из металла, то, конечно, бы он переломился, как и сейчас некоторые танкеры во время бури, они переламываются буквально пополам и гибнут. Сейчас уже доказано тем же Турхирдалом, что вот именно деревянные конструкции, даже конструкции, которые создавались из соломы, они были более устойчивы и остаются более устойчивыми, когда подчиняются стихии воды и не противостоят ей. Таким образом, ничего удивительного в этом нет. Замысел Божий предполагал гибкость этой конструкции. Теперь посмотрим аллегорическую сторону этого вопроса. Христиане — это люди, которые проявляют гибкость не в смысле приспособления, а в смысле уклонения от тех опасностей, которые нас могут подстерегать. И Христос говорил, если вас гонят в одном городе, идите, бегите в другой. И мы помним из Евангелия, когда святое семейство по повелению Бога они спустились в Египет и находились там до смерти царя Ирода. В Священном Писании сказано это слова Христа «Будьте мудры, как змии». Возникает вопрос, а почему? И христианские экзегеты, отвечая на этот вопрос, говорят, «Змея, она очень гибкая, когда на нее нападает, она прежде всего защищает даже не свое тело, а свою голову». Так и христианин, который почитает своим главою самого Христа, готов даже в чем-то пострадать, но чтобы только не повредились его вероубеждения. То есть христианин защищает присутствие Христа в своей жизни. Христос превыше всего, Он – глава церкви. Ковчег символизирует собою именно христианскую церковь, и спастись можно было только в ковчеге, и христиане делали вывод, что если это так, то вне церкви нету спасения. И ковчег, он тоже проявляет гибкость, и при этом он свободно может благодаря этому выживать в самых тяжелых обстоятельствах во время бурь, цунами и так далее, научая и нас, христиан, верить в незыблемое существование церкви. Как и Христос на пути в Кесарию Филипповую сказал апостолам, это 16 глава от Матфея, Христос сказал, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». И как бы мир не пытался бы опрокинуть ковчег церковь, как бы мир не пытался бы опрокинуть это судно, которое плывет среди ересей, расколов, среди разных противостояний, враждебных ветров, мы имеем кормчем самого Христа, который оберегает нас от всяческих опасностей. И если в какой-то момент нам кажется, что Христос отвлекся, помните, как ученики увидели, что Он уснул, и они начали будить Его. То есть, когда гонения бывают несносными, нам надо оказываться, что Христос как бы отвернулся от нас и оставил нас один на один с этими проблемами. Но это не так. «Не спит и не дремлет страж Израилев», как сказано в Священном Писании. Сотворив этот мир, Господь не устранился от управления этим миром, Он продолжает промышлять о нашем спасении и участвовать в домостроительстве спасения своей Церкви. Итак, мы рассмотрели еще один вопрос. Если бы живо Господь позволит, в следующий раз мы продолжим наши беседы по трудным местам Священного Писания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о тех новых беседах, которые выходят в разных циклах, которые имеют место быть на нашем библейском портале. Берегите себя. Спасибо вас, Христос. Продолжение следует... Продолжение следует...